Всем привет ребята! У нас сегодня набор из Легаси, да ребят, я вас этим Легаси достану, вы будете видеть на моем канале каждый раз Легаси, Легаси и Легаси. Не получится, Тимок, они уже закончились, это последний набор из этой серии, но если только Легаси 2, ты достанешь ребят. Ну, в общем, сегодня у нас такой незначительный набор, самый маленький, да, обыкновенный робот, у которого там еще 3 фигурки, которые кстати были, это единственный робот из серии Легаси, это робот Самурай, тут 2 скелета и Самурай Икс, ну, та же Ниги. Мне кажется, что именно вот эти скелеты, это как раз ключевой, один из ключевых особенностей, из-за которого мне этот набор лично самому и хотелось приобрести. Нускалы и Кранча, почти что оригинальные Нускалы и Кранча, вы представляете ребят? Нет, они есть оригинальные, только усовершенствованные Нускалы и Кранча. С обратной стороны показывают, что он 40 сантиметров в высоту, у него есть такие пушечки с двух сторон, и показывают, что типа, эй, ребят, тут не просто голова НИ, на коробке типа, голова НИ, и еще там 2 скелетика. Тут есть самания, и она достается, тут есть сезоны, когда был этот робот Самурай, да, и еще тут вот это, пещера Самурай Икс. Да ты что, вот этого я не знал, ты хочешь сказать, что вот это и есть пещера Самурай Икс? Да. Вот это круто, ребят, я это не знал. Ну вот так вот запрятано. Круто сделано. Ладно. Ну в общем, тут еще шесть в том, что вот Нускалы и Кранча решили напасть на пещеру Самурай Икс, но мне им не позволило, и началась с ним не играться. Понятно. Итак, давайте откроем этот робот. Ну да, тут нет пакета, тут обыкновенно. Ну, в общем, первый, как мы его можем назвать, самый большой, второй, который без номера. Может быть, это на самом деле второй, а тот первый, или этот первый, тот второй. Или третий. Что там есть толстенькая, кстати, вам сказать, инструкция. Вот такая. Можно сказать, три пакета, наклейки, инструкция, такая инструкция, давайте ее взглянем еще раз. И наклейки обязательно тоже посмотрим. Сейчас соберу и вернусь. Я собрал этого робота, и он мне кое-где не понравился вообще. Что ж там могло не понравиться? Ну, во-первых, ребят, у него гигантские мускулы. Он, наверное, просто проводит все свои дни недели в фитнес-клубе. Во-вторых, у него как будто меч падает все время, его держать нельзя. Пушки из спины торчают. Куда-то вверх, да? Ребят, вы хотели бы к вам такой приходит дяденька какой-нибудь? О, привет, давай я тебе пушки в спину вставлю. Ну, как бы, вам бы понравилось? Наверное, бы нет. Ну, вот что? Вы такие, судите за парку. Вам не нравится урок? Вы такие, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Неплохо, согласен. Только, по-моему, когда ты будешь ложиться спать, то... Они будут мешать им. Нет, ну, Тимка, ну это же экзоскелет. То есть, как бы, он же сам по себе не существует. Им управляет, как бы, не. Поэтому она, как бы, это как будто броня какая-то такая, более современная. Понимаешь меня, да? Да, вот как-то, по-моему, я просто стараюсь, мегатипа. Если бы у вас это все было. Да, и что вот меня вообще рассмешило? Этот робот стал Росомахом. Нет, ну, ребят, смотрите, зачем это? Зачем тут два меча? А почему нет культурки мечей? Потому что, по-моему, всегда у всяких наборов было раз, два, три меча. А третьего тут нет. В общем, тут еще почему... Почему тут сделали меч, а тут их не сделали? Ну, там же большой меч в твоей руке, правильно? Ну да, тут такой вот меч, конечно, да, это круто. Он такой... За королем! Нельзя, разве есть короли? Ну, будет! Да, и ноги такие стандартные. Но, если вот, в общем, приходит он такой к скелетам, типа, мы сейчас тебя... Ну, я сейчас тебя побью, скелет! Ну, говоришь же! Ну, короче, в общем, они украдут у него меч. И такие бьют по телу. Вам эта штука! Она плохо там держится, отбивается и не убивает. Че так-то? Могли бы там поприличнее сделать. Да, я понимаю, там посложнее, но... Потому что вот это вот, на два стрика-то не держатся. Угу. Мы могли бы сделать там не вот такой вот кружочек, а, например, что-нибудь там... Квадратик, например. Нет, слушай, мне после того, как ты все раскладывал, тебе предложение. Давай ты сам сделаешь робота, какого бы ты хотел. Возьмешь и дооборудоваешь этого робота по всем желаниям своим. В общем, у нас получился наполовину терминатор, наполовину робот-росомахи. Такой вот у нас терминатор в виде росомахи. Угу. Мы решили, чтобы тут были два меча сразу. Угу. Глаза вот такие, чтобы типа он мог еще такой... О-о-о-о! Уолли напоминает. Так. Ну и, в общем, чтобы вот этих супер-мускулов не было, мы убрали вот эти две штуки. Еще мы отсюда убрали вот этот реактивный газ. Угу. Ну и все. И теперь можно... Он может сам сражаться? То есть самоходный получается робот, да? Такой. Подходит к нему скелет. Он такой, нет, стой! Пока. Еще можно сделать как-нибудь. Так. Кто будет робот-убийца? Кто будет? Кто будет? Кто будет? Кто будет? Я робот-убийца! Вас все убьют! У него очень смешные глаза, Тимоха. Он просто какие-то комичные глаза, прям немножко не соответствуют его такому устрашающему облику. Окей, давайте поменяем глазки. Ребят, слушайте, мы вот тут вот так вот поставили, будет у него один глаз. Слушайте, его даже разбирать не хочется. Обыкновенно делать. Потому что, вот, ребят, смотрите, вот подумайте, какой вот, по-моему, какой и по-вашему лучше. Ну, что, вот, им-ка робот переделал, у него получился вот такой вот. Первая фигурка. Ну, скал. Ну, скал. Ну, скал. Генерал Молнии. Генерал Молнии? Да. Ну, а сейчас смотрите, как он изменился. Ага. Вот это осталось. И ракет, кстати, стал новый. Тут у него обычные шипы. Ага. Оружие изменилось у него, был обычный топор в этом наборе, а там еще была вот эта штука. Наплесники тоже изменились. На груди нет вот этого красного знака. Да, так он к наплесникам идет. А, к наплесникам, да. Голова изменилась, конечно. Да, личное дело, любит беспредки, не любит, когда ему скучно. Друзья, скелеты Молнии, враги, любой на его пути. Талант, храбрость, оружие, серебряный, темный клинок. Ну, сказал, ребят, леудики, и очень-очень опасные. Обожаю драться, и если где-то можно нарваться на неприятности, ну, с кого-то сделай. Такое. Ладно, понятно. Давайте сейчас посмотрим второго генерала армии скелета. Это генерал Земли. Его зовут Кранча. О, Боже. Слушайте, ну он тоже совсем не такой, да? Ну, да. Наплечники, голова. Ну, подожди, ну у Кранча вообще не такая голова, да? Не такая, имеется в виду шлем, был совсем не такой. Да, ребят, я только сейчас заметил, вообще, вообще, у него моноколь. Моноколь? Да, вот. Да, образованный Кранча носит моноколь в правом глазу. Кранча любит доказывать свою правоту и любит, когда его игнорируют покорные солдаты его друзья, а враги надоедливые ниндзя. Талант отдавать приказы оружие темный золотой клинок. Перед нами нускул. Какое у него лицо? Ну, лицо. Ха-ха-ха. Какое, может быть, у него лицо, когда он скелет? Череп. Да, череп. Ну, кстати, зубы, смотрите, как он чисто чистит хорошо. У него все зубы на месте. У него один глаз горящий, как у терминатора, как говорит Тинка, да? А второй раз глаз заклеенный. Вот такие вот руки у него. Ну, у скелетов всегда характерная, как бы, форма, да, такая, получается. Ноги у него не леговские, руки у него не леговские, тело у него тоже не леговское. Ну, то есть, они, в общем-то, в своем роде уникальны, да, и различаются вот именно головами, да, получается. Смотрите, какие головы у них интересные, да, тоже. Ясно. Ну, ладно. Такой вот интересный нускул. Ладно. Теперь посмотрим Кранчу. У него тоже два горящих глаза и тоже повязка. Вот у него была синяя повязка, у этого как бы красная, да, Тимоха? Угу. Почему Кранчу-то изменился, это самое, шлем-то на голове? Кранчу, Кранчу был уникальный, между прочим, шлем прямо. Да, кстати, я вот тут соглашусь с тобой. Ну, да, я понимаю обновление, но зачем было делать Кранчу, раз у него тут уже как-то будет странно. У него был свой фирменный образ, да, какой-то? Да. Ладно, ну что, посмотрели тогда Кранчу, давай теперь Нью посмотрим. Да. Сейчас переходим к положительной стороне. Угу. Не положительную, что типа все на ней хорошо, но добрые. Угу. Лично и дело, любит аудовать мечом, не любит, когда и говорят не соваться в битву. Друзья у него Джей, враги серпантины, талант создания роботов, оружие, огромный механический меч, который, кстати, Тимки не понравился. Причем в руках, обратите, у него клык великого поглотителя, да? Да. И знаешь, что достаточно хотя бы найти один клык кинжал, чтобы остановить великого поглотителя. Да, и вот, ребят, сейчас посмотрите на эту красоту. Робот Самурай, это массивный робот, которым управляет Самурай Икс. Он снабжен мощным арсеналом оружия, включающим артиллерийскую, пушку, ракеты, острый когтик для рушей и меч. Значит, хватит ли всего этого, чтобы дать отпор змеям? Вот старого бы робота точно хватило, да? Да. А вот нового... А вот нового, они бы этот поглотитель с елому за секунду. Давай поразглядываем Ния, то есть у Ния совсем тоже костюм получается совсем другой. Там, где должно быть красное, изначально было серое. Да. Ну, в общем, так, если смотреть на бразил, то она вообще не изменилась. Ну, только цветом. Нагрудник. Кстати, это нагрудник Кэндо. И почему не сделали шлем Кэндо? Да, это Самурай. Нагрудник Кэндо, Кэндо, да. А шлем тоже Кэндо? Шлем вот не Кэндо, а обыкновенный Самурай. Да, и что плюс в этой фигурке, то, что вот этот тортик уникален. Я вам скажу, что лично мне, вот, например, этот костюм очень нравится. Ну, так мне да. Посмотри, он какой эффектный, да? Костюм у него такой очень оригинальный, не знаю, птица-феникс какая-то на груди нарисована. Вообще, значит, смотрится вполне эффектно. И лицо тоже качественно сделано, все как бы красиво. И такой действительно жилет, похоже, что она действительно управляет механическим роботом, что она действительно Самурай Икс. Да. А у нас были ли не Самурай Икс до этого? Ну, конечно, были. Они похожи на эту или нет? Ну, похожи, но не так. Но другие, да? Не так, в синий. Ну, первая, самая реминия была похожа на вот эту. Ну, это же Легаси. Это Легаси, тут ничего не поделали. Выпустили вот в точности копии тех наборов. Зачем они все выпустили какие-то другие? Ты тоже так считаешь? Да, почему они выпустили вот это, взяли робот Самурая и скили это? Зачем? Когда были робот Самураи и змеи. Вот робота Самурая вот этого, он был больше. И там были змеи со своим клыком и катапультой. Ну, в общем, Легаси иногда не Легаси, а... Аж Легаси. Непонятно, Легаси. Ну, в общем, в наборе некоторые Легаси меня вообще поразили. Очень понравились. Мне зацепили. Ну, а некоторые так себе. Ладно, ну давай будем прощаться. Я с вами прощаюсь, всем пока. Пока, Тимоха. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok